Никита Перепечко серьезно занимается спортом с 12 лет. В свои 19 он уже становился чемпионом Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту и чемпионом мира в командном зачете. Чтобы показать достойный результат, нужно быть в хорошей физической форме и в этом ему помогают усиленные тренировки. «Разминка, потом подтягивание на бумах, растяжка, бег 100-метровой полосы, потом бег с препятствиями, табур, забор, мрак, потом штурмова лестница и в конце тренировки физо. Ну, более спорт на выносливость, тут самое больше всего выносливости, это бум, забор, штурмовка, разлетрение, ну, выполнение тоже присутствует». В планах у молодого чемпиона завоевать первое место в очередных областных соревнованиях. Времени терять нельзя. Перед пожарной эстафетой нужно хорошенько размяться. Штурмовая лестница – это полдела, до нее еще нужно добежать, перемахнув через двухметровое препятствие, пробежаться по буму, а по пути еще и размотать пожарный рукав. Эстафета – это командная работа. В ней сразу будет видно, насколько коллектив в целом готов к чрезвычайному происшествию. Областные соревнования по пожарному виду спорта в Солигорске собрали 25 команд из районов Минской области, среди которых и наши ребята из горно-химического техникума. Наравне с юношами к районному испытанию готовится и представительница прекрасного пола. Другие условия прохождения, но запал тот же. Наталья Костеневич перед стартом немного волнуется. Тренировалась месяц, да и в таком виде спорта участвовать будет впервые. «Сама занималась лыжами. Не только лыжами, и торс, лыжи, и привел спорт». Одно дело – тренироваться, второе дело – участвовать в соревнованиях. Чтобы занять призовые места, пожарным нужно проявить слаженность, выдержку и действовать максимально быстро. Команда-победительница представит столичную область на республиканских соревнованиях. За состязаниями и по традиции наблюдают опытные сотрудники МЧС. И подготовку молодежи они оценивают высоко. «Молодежь начали увлекаться в профессиональном уровне не так давно. До этого, конечно, мы привлекали девушек и юноши на любительском уровне. И сейчас они достойно представляют команду как области, так и на республиканских соревнованиях. Естественно, это повод для гордости не только для Солигорского района, но и для области в целом. Но я думаю, и для республики тоже, поскольку поддержание здорового образа жизни, привить его с юношеского возраста – это способствует нормальному, хорошему воспитанию подрастающего поколения, и которое придет к нам на смену». Такие соревнования для пожарных имеют особое значение. Ведь от быстрых, слаженных и умелых действий этих людей в условиях чрезвычайной ситуации может зависеть жизнь человека.